Здравствуйте! Это Александр Гаврилов и программа «Жизнь замечательных людей». Имена этих замечательных людей постоянно у нас на слуху, и более того, они открывают нам ключ к истории времени. Мы говорим «Нострадамус», имеем в виду почти любой предсказатель и любые предсказания. Чтобы понять, о чем говорил выдающийся предсказатель, надо размотать спираль времени обратно и понять, каким было это время, и что это был за человек исторический. Мишель Нострадамус сегодня герой нашей программы. Самый известный предсказатель всех времен и народов. Отец притягивания за уши и кумир современных мистиков. Еврейский француз с латинским именем. Вечно перечащий учителям студент-недоучка. Отважный врач и фармацевт, успешно лечивший чумных розовыми таблетками и с надобьями собственного приготовления. Автор кулинарно-косметической книги, ставший преуспевающим писателем и провидцем. Визионер, разглядевший в звездном небе падение СССР и башен-близнецов. Хитрый плагиатор, предсказавший будущее, описывая прошлое. Бородатый звездочет, доводящий своих толкователей до опухоли мозга. Автор уникальной исторической головоломки, над которой человечество бьется веками. Пророк, занявший одно из первых мест в очереди на апокалипсис. Что-то из этого правда, что-то из этого мифы, что я, честно говоря, не берусь каким-нибудь образом определить. Надеюсь, что мне помогут в этом мои сегодняшние гости. Дмитрий Эдуардович Хаританович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Академии наук, специалист по истории западноевропейской средневековой культуры. Правда говорю? Правда. И Вадим Чернобров, фультуролог, писатель, исследователь аномальных явлений, координатор международного движения общероссийского общественного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Здравствуйте, Вадим. Космопоиск – это что? Что ищете в космосе? По словам «космос», я отсылаю к греческому ее толкованию этого слова, надо понимать все. И людей тоже, и история тоже, и в том числе и след людей в истории. И если мы говорим о времени, о предсказаниях, о будущем, то напоминать. Так что наш сегодняшний герой в вашей части коллеги. Это наше все, как перефразируя Пушкина. Из того, что прозвучало, Нострадамус – самый известный предсказатель всех времен народов. Правда или неправда? Пожалуйста, да. Автор кулинарно-косметической книги, ставший переуспевающим писателем и провидцем. Если бы он не был известен как провидец, он бы был известен как кулинар. Боже мой. Визионер, разглядевший в звездном небе крушение сыр. Вадим, это, по-моему, к вам. Я читал его предсказания о крушении сыр. Кстати говоря, не веря ни слову, я это подтверждаю, еще в начале 80-х годов. То есть вариант, что это подтасовали потом, исключен на 100%. Врач, успешно лечивший чумных розовыми таблетками и с надобием собственного приготовления. Правда или неправда? Правда. Другое дело, что тогда под чумой понимали совершенно необязательно чуму в нынешнем смысле слова. Масса эпидемических заболеваний все равно называли чумой. Поэтому я не уверен, что это от собственной чумы были эти розовые таблетки. Но лечил. Ну что, кажется, вот мы прошлись по основным идеям этого входа. Что же это был за человек, который с равным успехом мог числиться врачом? И я, так понимаю, был за это, в общем, увенчан всякими земными благами. За, собственно, врачебную свою деятельность кулинаром, звездочетом, предсказателем. Мы в прямом эфире, звоните нам, задавайте свои вопросы и высказывайте свои соображения. Кем был Мишель Настрадамус и почему мы до сих пор, уже много столетий, продолжаем говорить о нем и помнить имя этого человека. Вообще, кто он такой, откуда родом, в какой семье родился, кем воспитывался, где учился, знаем или не знаем? Мы знаем тот вариант истории, точнее, варианты, потому что их действительно много, которые в первую очередь столь любезно, если можно так сказать, предоставил его он сам, нам. И его дальнейшие биографы, в том числе, или в первую очередь его сын, все вышеперечисленные биографы, естественно, были заинтересованы в том, чтобы вокруг него сложился ореол загадочности, значимости, преемственности. Отсюда, к слову сказать, вот эта мысль, что он маг-чародея, астролог в третьем поколении, что, в общем, слабо подтверждается. Я бы сказал, совсем не подтверждается, но сказать такую гнусность, просто плюнуть на это светлое имя. Ну и вот все, что касается отдельных фрагментов, все, что мы, возможно, будем говорить позже, так, чтобы больше не повторяться, хочу сказать, поскольку время минуло с тех пор очень много, и прямых очевидцев нет, мы обо всех фрагментах его биографии должны говорить с оговорками. С предположением. Интересно, на форуме один из наших зрителей вообще спрашивает, действительно ли существовал такой человек, или это собирательный образ. Ну, есть же знаменитые собирательные персонажи, Хаджана Среддин, там, не знаю, да, или Амархайям, да? Шекспир тот же самый. Шекспир, насколько там, из чего он собирается, непонятно. Был или не было такого человека? Безусловно, был. Это реальное, вполне историческое лицо. Мне еще, по моим собственным делам, интересен тем, что вообще астрология со всеми этими делами, это связано именно с эпохой, в которой он жил. А вот вы задавали вопрос, Александр, что как это вот в одном человеке? Извините, но это возрождение. Это эпоха возрождения, когда люди стремились именно синтезировать в себе, в своей личности. Ну, я не буду сравнивать, кто выше, кто ниже, но возьмите Леонардо, который был гений, естествоиспытатель и все такое. И очень интересный, к сожалению, обрывочный, очень дошел до нас философ и так далее. Пожалуйста, Нострадамус в этом смысле мог вполне сочетать в себе. А предсказание тут немножко другое. Если хотите, я могу сказать, почему увлекали вас вообще его эпоха. Понимаете, это действительно ронессанс. Это слом времени. В средние века было всем все ясно. Я не хочу сказать, что там жили совершенно, так сказать, все были построены по ранжиру. Но там будущее было ясно. Оно определяется не звездами, а волей Божией. Звезды могут максимум дать человеку некие представления о том, что предопределил Господь наш. В Ронессансе все непонятно. Отсюда и такое страстное стремление узнать будущее. Почему интерес Нострадамусу возрастает в определенную эпоху, когда будущее открыто и неясно. Чем меньше нам понятно, что нас ждет, тем больше мы будем обращаться ко всем этим предсказаниям. У нас есть телефонный звонок, уже зрители рвутся в эфир. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и сразу задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Степан. У меня такой вопрос. Правда ли, что фамилия Нострадамус переводится как «звездный Адам». Прекрасная. Да, спасибо большое, Дмитрий. Замечательный вопрос. Правда или неправда? Одна из версий. И, к слову сказать, вполне... Ну, красивая версия. Да, давайте сразу скажем, Дмитрий, что нет, неправда, а потом расскажем, почему красивая версия. Нет, неправда, потому что... Что значит фамилия Нострадамус? Откуда берется Нострадамус? От Нотр-Дам. Нотр-Дам. Это действительно фамилия, потому что он был из семи выкрестов. Или это по месту рождения, где-то близ какой-то церкви. Мало ли, этих самых церквей богоматерь стояла во Франции. У всех ассоциируется Парижская богоматерь? Ну, это совершенно не обязательно. Ну, это правда. Но мы точно знаем, что его дед уже был, уже носил эту вот фамилию то ли в французской огласовке, то ли в итальянской огласовке Нострадонна. Но, во всяком случае, вот Нострадамус – это латинская форма, которая и к Нострадаму... Производная от предыдущих фамилий. Производная, да. Да, вроде бы от деда ему достается эта фамилия, которая значит в точном переводе на русский «богородицын». Да. И вот эта приставка, кстати говоря, была не случайно получена. Это в какой-то степени вот характеризует, повышает его таинственность, повышает его статусность. А вот все-таки про звездного Адама. Что, вот вы начали, Вадим, про красивую версию. Откуда она берется? Объясню, быть астрологом, целителем, прорицателем в первую очередь, и не быть человеком вот с какой-то приставкой латинской, не быть сыном Адама, звездным каким-то человеком, вы знаете, исключено. Но с проходными фамилиями, с типичными, ну, Иванов, Петров, Сидоров, в этой среде никого не ждут. Поэтому Нострадамус – это очень удачное сочетание реальной фамилии. И вот такой... Ну да, и кроме того, внутри этой фамилии есть слово «Астра», в смысле «звезда». Да, это по ассоциации, слуховая ассоциация, Нострадамус от «Астра» и «Адам». Да, да, это слуховые ассоциации. Звездные, но это понятно, что это разговоры постфакту. В этой фамилии еще, так уж сложилось, очень удачно вплетено и некое уважение перед католиками. Без которого выжить в то время астрологу, конечно, было нельзя. Он и так ходил, так сказать, по стрию ножа. Он ведь был под судом инквизиции. Да, и поэтому был вынужден, так сказать, считаться с этим. Был вынужден лишний раз подчеркивать свою набожность. То, что он не какой-то там сатанист. Или, не дай бог, еврей. Он всячески, так сказать, дистанцировался от этого. Про не дай бог еврея. Да, Цезарь Скаллигер, его учитель и такой тоже довольно заметный деятель этого самого гуманистического возрождения, даже писал на него какие-то довольно гадкие, на мой вкус, антисемитские эпиграммы. Очень обидные для него. Да, но видите ли, тут сложный вопрос. Как раз именно 16-е столетие – это начало антисемитизма. Мои любимые средневековья, там антисемитов не было, там был антииудаизм. Человек крещеный сразу смывал все это с себя элементарно. Но вот именно в 16-м столетии… Ты принял крещение, перешел из иудаизма к крестьянству, все забыли. Все, 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 да. А вот поэтому ранние мараны вполне не преследовались. Это вот уже как в эту эпоху марийсков и маранов. Мараны – это… Евреи крещеные, марийские – это крещеные мавры, арамы. В Испании все это происходит. Да, да, да. Все началось там, потому что до этого считалось, что вода крещения, все твои эти самые еврейские штучки смывают абсолютно. Грех за Христа. Да, но вот как раз именно расизм начинается в 16-м столетии, поэтому… Инострадамус. Скалегер и мог все эти бяки писать. Да, 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 да. У нас есть еще один телефонный звонок. Алёс, здрасте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Георгий, я из города Великие Луки. У меня вопрос, знаете, какой? Нострадамус, насколько известно, он недоучился на врача. Тогда почему его допустили к людям, лечить людей, которые больны чумой? Спасибо большое. Вы знаете, когда бушует в стране эпидемия чумы, как-то смотреть на дипломы, наверное, никому не приходит в голову. И дипломированные врачи, многие, про всех, не дай бог, не буду утверждать, но некоторые дезертируют на этом фронте. И о Нострадамусе, мы можем много о нем спорить и говорить, что-то спорно, что-то нет, но то, что он был бесстрашным врачом, вот это не ставится под сомнение. Ну, как и то, что он был в реальности, этот человек. Чудесно. У нас вроде бы есть возможность пообщаться с информационной матрицей Нострадамуса. Лаборатория Spirit.net вроде бы установила контакт с этой самой информационной матрицей. Посмотрим, что получилось. Мсье Мишель, мы вас не видим. Однако, судя по датчикам, от вас сигнал есть. Приветствую вас, Григорий Макимов. Вы ученый? Да. Я тоже когда-то был, можно сказать, ученым. Занимался медициной, лечил чуму. Но что же вас сбило с пути медицины? Всемогущий Господь шептал мне прошлые и грядущие. Звезды вторили. А вы уже подъявили. Смерть, фурункулы, чума. Бедикулез и агония. Да. Видимо, обрыв на линии. Ну, наверное, в будущем, о котором так часто писал Нострадамус, проблем со связью не будет. Надеемся. Давайте надеемся. Но в самом деле хороший вопрос. Почему, каким образом вот этот недоучившийся врач стал звездочетом и прорицателем? Так, в общественном-то сознании он сначала звездочет, потом там кто-то еще. Как на самом деле развивался? Ну, где начинается звездочет, заканчивается целитель. И, соответственно, врач сказать сложно, потому что уж в то время, когда люди, когда талантливые люди, вот не зря упомянули других столпов наших. В какой-то степени Леонардо и Нострадамус, я думаю, что люди сопоставимые, стоящие таланты, стоящие на одной ступени. И в то время не быть универсальным по своим знаниям, конечно, было невозможно. Поэтому вполне нормально быть и тем, и другим, и третьим. Правильно ли я понимаю, что он учился вместе с Рабле, как-то чуть лише такой не однокашник или там в соседних выборах? Ну, что называется, может быть, не исключено, но тоже наверняка это додумано уже. Ну, сейчас есть такой термин пиар. Понятно. Вот эта самая эпидемия, о которой мы уже несколько раз говорили, она была в Экс-Сан-Провансе. И те пилюли, которыми он эту, значит, эпидемию лечил, вроде бы найден обрывок его рукписи, расшифровано. И там, строго говоря, ничего такого особенного, кроме, ну, так, общеукрепляющих корешков каких-то, не значит. Мы знаем-то уже сейчас, я имею в виду в 21 веке, мы знаем такие термины, как эффект плацебо. И никто из медиков во все времена не отрицал, что наполовину лечит не лекарство, а вера во врача. Вот чего-чего. А этого, так сказать, у Настрадамуса, слава богу, было. Но в Экс-Сан-Провансе он там заставлял больных обмывать, заставлял поддерживать там чистоту в помещениях. То есть, по сути, он удивлял тем самым. Да, да, да. Там не встречалось в литературе сообщение о том, что он вообще асептику, так сказать, он первый, кто начал использовать... А что такое? Это, так сказать, сохранение гигиены, чтобы не было микробов и все прочее, уничтожение микрофлоры. То есть, может оказаться, что вот ту эпидемию в Экс-Сан-Провансе, которая считается чумой, он победил просто... В том числе... Экс-Сан-Прован, мыться. Мыться, да, да, да. Да, розовые таблетки, это то, что осталось в памяти. Я проехал, ну, по многим местам, связанным с деятельностью Настрадамуса, и должен сказать, мы, конечно, много можем ерничать и хихикать в отношении его биографии, но память народная, его благодарность жителей тех мест тому Настрадамусу, она, конечно, весьма оправдана. Там его имя чтут и считают его, ну, если не святым, то, по крайней мере, национальным героем. Ну, человек, который, в самом деле, спас целую область от отведений. Без всяких преувеличений. За это был представлен персональной пожитительной пенсией. То есть, понятно, что тут... Это не рассказы, как там в случае с другими целителями и астрологами. Да, это только не сказочный персонаж. О, я всех вылечил. Да, нет, тут совершенно историческое. У нас прямой эфир, звоните нам, задавайте вопросы. Вопросы о настоящем будущем Инострадамусе. Что, значит, все-таки самую большую известность этот человек получил в связи с предсказаниями, а не кулинарией, не медицины и так далее. В какой момент эта работа началась и в каких формах она существовала? Наверное, он начал давно. По крайней мере, так себя он позиционирует. Но вот известность он получил, наверное, после того, как описал, косвенно, конечно, описал смерть короля. Ну, наверное... Да, да, в одном из... Вот один из катрианов звучит, я, естественно, в русском переводе все это выдаю, так, что «Одноглазый король умрет в золотой клетке из одного – два». Вот этот самый... Ну, как все предсказания написаны таким циркотуманным языком, но когда вдруг всем показалось, что это предсказание оправдалось, тут и началась его слава. Дело в том, что король Генрих II, это был последний турнир во Франции, сражался с этим самым капитаном шотландской гвардии Габриэлем де Лош Монгомери, графом Монгомери, вот. И во время схватки перед лицом прекрасной Дианы де Пуатье, возлюбленной короля, когда копье сломалось, вот откуда из одного – два, и тонкая щепка прошла через решетку, его забрала, попала ему в глаз королю. Значит, глаз он потерял, но в какой-то момент считали, что все будет нормально, что его там амбрас паре пытался, знаменитейший современник среди медиков пытался вылечить, и вроде да, но по всей видимости началось сепсис, заражение крови. Судя по всему, отчего он и умер. – Одноглазый король. – Одноглазый король. – А золотая клетка, а потому что его шлем, в котором он был, этот шлем до сих пор хранится в музее вооружения, музей Дезарм в Париже, вот, оно там видно, это позолоченный шлем с решеткой забрала, где и прошла эта самая щепка. Почему и золотая клетка? Вот оттуда действительно началась, так сказать, универоятная слава. – Ну, я думаю, даже по одному этому случаю понятно, что так ловко предсказать, или, точнее, так сыграть, что ли, сымитировать, конечно, невозможно. То есть вероятность совпадения того, что вы сочините стих, и вдруг он реализуется, причем очень скоро, очень быстро, в реальности, причем в таких подробностях, конечно, вероятность этого весьма мала. И современники Нострадамусу в тот момент уверовали в него очень сильно. – Ну, все-таки ведь этот текст звучит чрезвычайно так… – Это беда, и, наверное, основная беда всех предсказателей, если вы предсказываете события будущего очень четко, есть большая вероятность, что заинтересованные люди, прочитав его, могут грядущую беду как-то избежать, обойти. – Ну да. Ведь, ну, даже знай все участники этой истории наизусть, Катрен про одноглазого короля в золотой клетке, вряд ли бы кому-нибудь из них пришло в голову, не знаю. – Почему нет? – Это был последний турнир, к слову сказать, на этом турнире, чтобы мы понимали, не предусматривалось какие-либо жертвы. То есть это был бой по наружку. – Ну да. – Ну, все копья были деревянными, с набалдажниками, так, чтобы, ну, никак не поранить, максимум, там, синяки. – Свалить можно, да, да. – Да, да, да. – Поэтому сказать, что люди не могли предотвратить, если бы знали, это неправда. Короля отговаривали участвовать в этом турнире, и это исторический факт, что он, как бы сказать, пошел на это только ради того, чтобы блеснуть перед женщиной. – У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, сразу говорите. – Алло. – Алло. – Алло. – Алло. – Вы в прямом эфире. – Алло. – Здрасте, здрасте, говорите сразу. – Здравствуйте. Это вас, я интересуюсь вот таким вопросом. Из Калужской области, поселок Воротынский, Евтодио, Светлана Закимовна, учительница. Скажите, пожалуйста, почему Инострадамус, пообщавшись с Екатериной Медичи, бежал из Парижа? Каковы причины? Чего он испугался? Спасибо. – Спасибо большое. Почему? – Я не знаю, может быть, есть какое-то иное мнение. Я, честно скажу, об этом знают только два человека, Медичи и Инострадамус. Но я догадываюсь, не буду утверждать, что знаю точную причину, что человек, который рассказывает о будущем, очень часто бывает не в милости у тех, кому рассказывать. Тут, что называется, надо выбирать некий компромиссный вариант, так, чтобы не угодить за решетку. И мы знаем много примеров сидевших и даже казненных предсказателей. Поэтому убежать – это еще легкий вариант. – И то, что королева Екатерина очень интересовалась грядущим, будущим и так далее, это тоже абсолютно исторический факт. – А попробуйте не интересоваться, когда такой ажиотаж и такое внимание к человеку, которому подвластно известно все в будущем. – Нет, но это еще и переломная эпоха. Это еще эпоха не только возрождения, как-то мы это оставили чуть-чуть в стороне, но это эпоха религиозных войн. Только вы вот говорили, что все-таки он должен был постоянно подчеркивать свое католичество, не только потому, что он считался выкрестом, точнее, он был из семьи выкрестов, я не думаю, что он сам лично был выкрестом, но ведь не забывайте, что это еще эпоха религиозных войн, когда это была болезненнейшая проблема отсюда. И Екатерина другой человек, понимаете? Я не думаю, чтобы она была такой уж пламенной католичкой. Скорее, она принадлежала к тому, что называли партией политиков. Значит, нам нужно... Слишком усилились гизы, католики. Прекрасно, выдадим нашу дочь Марго за вождя этих самых гугенотов. Слишком усилились гугеноты, давайте устроим вофаломерскую ночь. Вот и все. Ну, может быть и так, но я думаю, здесь исключительно личные интересы. Наверняка Медича узнала что-то такое, что ей не понравилось. Из предсказаний Насадамуса очень может быть. Очень может быть. Не все же эти самые предсказания, понимаете, они на последней полосе газеты «Московский комсомольц» не печатались, понимаете? Это было эксклюзивное предсказание. Да, 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 конечно, конечно. Хорошо. А личная жизнь Насадамуса, да? Что вокруг него было? Там жены, дети? Ну, слово «жены», как только вы произнесли, сразу повело каким-то таким желтым развратом. На самом деле он очень сильно страдал, ну, по крайней мере, я так думаю, по своей первой жене. И, наверное, это было для него единственное, как он планировал. А что вдруг такое случилось? К сожалению, как часто бывает у людей, бесстрашно бросившихся на излечение чумы, он выжил во время этой нелегкой борьбы эпидемии, но, к сожалению, потерял семью и детей. Для него это было личное горе. И то, что он женился потом, ну, спустя какое-то время, второй раз, и отсюда уже мы можем говорить «жены», вот я немножко заступаюсь из-за его такой... Моральный облик. Моральный облик, да. Нет, ну и сын, который все-таки унаследовал профессию отца, это же от второго брака, я не ошибаюсь. Да, все дети первого брака, к сожалению. Да, 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 да. Всех унесло чума. Всех, да. У нас есть возможность пообщаться с Айратом Кенебаевым, специалистом из Казахстана. Некоторым образом специалистом по Нострадамусу. Айрат, здравствуйте. Добрый день. Нострадамус был очень мудрым человеком, и в том числе обладающим даром ясновидения. Мишель Нострадамус на определенном этапе своей жизни заметил, что с ним происходят такие вещи, когда он может предсказывать события. Но сначала он сам себе не поверил. И когда с ним случилась страшная беда с его семьей, только после этого он начал работать над этим и, скажем так, развил свой дар. У него очень хорошо получалось, допустим, лечить людей, когда свирепцывали в Европе эпидемию чумы. И у него нашлись завистники, которые когда-то хотели ему помешать. И по нашей версии, в его жене, его детям подмешали в воду именно кусочек плоти, зараженной чумой, от которой заразились его семья. Его в этот момент не было дома. Когда он, к сожалению, увидел, что происходит с его семьей, то он уже спасти не мог, и он ничего не мог сделать. Ну, к слову сказать, версия вот такого завистничества, она имеет право на существование. Хотя бы потому, что сам факт, что у целителя борца с чумой погибла семья, что он не в состоянии спасти даже своих близких, конечно, по его авторитету это был сильнейший удар. То есть это черный пиар в самом таком сжатом, сконцентрированном виде. У нас есть телефонный звонок. Алло, здрасте. Представьтесь, пожалуйста, сразу говорите. Алло. Алло, алло. Алло. Вы в прямом эфире. Говорите с нами, пожалуйста. А, здравствуйте. Меня зовут Григорий, я живу во Франции. У меня такой вопрос. Правда ведь, что Нострадамус экспериментировал с наркотиками и, в частности, с галлюциногенами. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли такие... Еще я напомню просто, к слову сказать, я не то, что не сторонник, я категорический противник всего наркотического, включая алкоголь, то есть за полный сухой закон. Но напомню все-таки, мы говорим о временах очень древних, даже совсем близко к нашему времени, еще в начале 20 века, говорить о наркотиках было признаком просветленности, даже не эпатажности, а причастности к элите, к творческой. Лечили наркотики. Наркотики использовались в очень разных областях, и это не было наказуемо, и не было даже порицаемо. Да. Мой дед был... Был, знаете, от 19 века, так сказать, дедушка мой, он был ларингологом, и мне рассказывала бабушка, что даже пытались тяжелые формы насморка лечить порошком кокаина. Да-да. Совершенно все прочищалось, все замечательно, и, кроме всего прочего, я не думаю, что он действительно этим баловался, но не забудем мы такой вещи, как уже было сказано, что в этом не виделись чего-то ужасного, и, во-вторых, как раз именно 16 век, после открытия Америки, так сказать, стали не только в моду, но и в медицину, и так далее, и так далее, входить оттуда пришедшие те же кокаины, и так далее, потому что это же все наследие, в том числе, в первую очередь, после открытой Америки, потому что именно индейцы научили, так сказать, европейцев всем этим делам. Те их стали спаивать, да, те их стали спаивать, а эти, значит, скуривать и наркотизировать. Да-да. Так что это еще было в духе эпохи, я поэтому это все напираю на то, что он 16 века. Я думаю, что все-таки, когда люди говорят о том, не экспериментировал ли Нострадамус с лимоногенами, то имеется в виду, не являются ли все эти его пророчества и прорицания с действием некоторого такого искусственного помешательства. То, что многие прорицатели, и Нострадамус, наверное, не исключение, вот видят будущее или какие-то картинки искаженные, которые потом они интерпретируют в таком состоянии, которое сейчас принято называть искаженным или измененное состояние сознания, так это термин. Да. Это общепринято. Вот другое дело, как в него можно входить, есть масса способов от относительно безобидных, там, медитация, молитва, причащение, до достаточно простого и очень заманчивого, и очень опасного. Опасного. В частности, когда говорят о наркотиках, это один из них. Но это как раз тот случай, когда, я бы сказал, не стоит воздержаться, потому что вернуться оттуда. Легко войти, но выйти... Да. У нас на связи вновь лаборатория Спирита.нет. Григорий Кулагин-Бобров вроде бы наладил связь с Нострадамусом. Мы на связи. Поток стабилизирован. Но вместо вас, Мишель, шар с картинками. А почему вы не хотите показать свое лицо? Мне гораздо важнее показать вам вашу реальность. Насказания мои уже сбылись, а вы не заметили. Ученые, вместо того, чтобы полезными вещами заниматься, достают людей из прошлого, и глупости у них всякие справки. Ну, постойте, есть же и другие ученые, гуманные. Гуманные. У которых одно оружие, водородные, ядерные, термоядерные. Ну, а как же новое поколение? Надежда. Я вас умоляю, Григорий. Это вы не про... Да-да, допомню, мой Катрен. Восточный правитель в новой чуме направит железные стрелы до Новый Город на 48-й параллели и подулт каменные горы. 11 сентября, помнишь? Уже сбыл вас. Теперь я даже готов поверить слухам о том, что вы собственную смерть предсказать смогли. Но почему и ничего не сделали, чтобы ее предотвратить? Я мог лишь читать книгу жизни, но вносить в нее поправки никогда не входило в мою юрисдикцию. Ну, вот это очень интересная коллизия, насколько прорицание на самом деле способно каким-то образом менять будущее. Вот я снова вернусь к вопросу об этом самом королеве в золотой клетке. Все Катрены Центурии и Настрадамуса написаны чрезвычайно смутно. Более чем. Всякий раз, когда что-то сбывается или нам кажется, что сбывается, мы можем детально объяснить, почему те или иные удивительные образы соответствуют тому, что сбылось. Но до того догадаться об этом, по-моему, ни разу никому не удалось. Ну, я бы сказал, попыток догадаться огромное количество. Написано множество книг, в том числе и на русском языке. В том числе защищены диссертации. Вы, наверное, сильно удивитесь. Я знаю таковых людей. Но среди них есть мои знакомые, и в том числе очень честные люди, такие настолько, что когда проходит пора, и они сами выясняют, что их догадки, их точные переводы, как они считали, не сбываются. Вот таких не сбывшихся, конечно, большая часть. Эти люди, честно говорят, да, видимо, мы пошли по какому-то неверному пути. Вы правы, к сожалению, догадаться раньше времени чрезвычайно сложно. И это в какой-то степени, я бы сказал, в большей даже степени объясняет, почему пророчества Настрадамуса так долго держатся на плаву. Ну, с одной стороны, да, позволяет трактовать как угодно, но самое главное условие, чего, к сожалению, нет, вернее, к счастью для нас, для современников, которые могут подглядеть подсказки там у других предсказателей, но, к сожалению, для самих предсказателей, у Настрадамуса все иносказательно, что позволяет ему не влиять на события будущего и, соответственно, не изменять их. Потому что другие, ну, более честные предсказатели, могут предупредить, что вот в городе ЭН случится катастрофа, и в городе ЭН, так сказать, эту катастрофу готовятся к ней, ее предотвращают. Есть телефонный звонок, надеюсь, там не просят предотвратить катастрофу. Алло, здрасте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Я вот хотел задать вопрос, почему предсказания Настрадамуса, они расшифровываются только после того, как происходит какой-то этап? Например, скажем, башня в США, например. Ну, о которой мы сейчас говорили. В нашей близнецов. Ну, наверное, по той же самой причине. Человек был мудрый. Исторически это так же и происходило? То есть никогда не было такой эпохи, когда бы там... Вы знаете, нет, не было. Я вспоминаю замечательную книгу «Эко и Мирозы». Вы помните, там все время говорится тоже о предсказаниях другого совершенно рода, ожидания конца света и так далее. И рефреном повторяя, когда говорят, что не сбылось это самое предсказание, рефреном повторяется. Нет, предсказание было верно. Мы не сумели его правильно расшифровать. Вот постоянные объяснения, если что-то не сбылось. Понимаете, ему все равно верят, не верят самим себе. Вот такой, по-моему, психологический механизм. Отсюда и совпадение-несовпадение. Мы неправильно истолковали. Ну, я еще в качестве обратного примера от Астрадамуса приведу пример, на мой взгляд, тоже талантливого представителя этого жанра, этой профессии, предсказательной. Сидик Афган, талантливый, безусловно, человек, о котором много говорили и писали на стыке 80-х и 90-х, который очень много точных событий предсказал в Советском Союзе и России, но о котором сейчас мало кто помнит. Почему? Потому что в отличие от Астрадамуса, он предсказывал все не то, что... Очень детально. Очень детально. И до поры до времени все события сбывались, а потом... Как только начали переставать сбываться... Как только обратили внимание на его предупреждение, видимо, что-то предотвратили, что-то изменили, и все пошло не так. У нас на связи по телефону Тамара Николаевна Дубровская, исследователь из Челябинска, который, по ее собственному утверждению, удалось математическим путем расшифровать вирши Астрадамуса. Тамара Николаевна, здрасте. Говорю, да. Да, да, говорите. Значит, Астрадамус сам подсказал, как нужно расшифровать все его катрены. Вот его слова. Вычисление пророчеств идет согласно порядку цепи, имеющему свою разгадку строго по законам математики. Вот все это применив к его цифрам, которые он дал в двух хронологиях, да, или три точки отсчета. Он дал 1555, 1585, 1606 год. Далее он еще дал период времени по звездам. Вот этот период вообще никто из тех людей, которые расшифровывают Астрадамуса, не брал во внимание. А это очень важно. Вот этот период, он дает коэффициенты. И получается, что цифры хронологии, когда разделить на эти коэффициенты и приложить их к трем периодам вот этой цепи, 1055 и так далее, вот все катрены... Тамара Николаевна, что же все-таки вам удалось прочитать? Вот все катрены раскладываются по годам. Вот таким образом и проведен был расчет, и сделан по годам, расстановка по годам всех катрены в 966 годах. Так, что в ближнем будущем нас ожидает? Совсем плохо слышу. Что в ближнем будущем нас ожидает? А, значит, вот Катрен 1066. Все говорят, что должен прийти антихрист. Третий антихрист родился в 1988 году. Так вот, когда вот разложишь по всем вот этим, по цепи и по, значит, по годам, вот получается, что он родился в 1988 году. В 2019 году он уже будет во власти в Лондоне. Вот такое предсказание дает Нострадамус. Дальше. Катрен 735. Значит, необычное такое явление. В этот год, 2012-й, значит, прошли выборы почти во всех передовых странах мира. Вот США заканчивается срок правления в 2016 году. Нострадамус дает на этот год, что начнется горе в Российской Федерации. Во Франции заканчивается период правления в 2017 году. Нострадамус дает, что в этот год начнутся идеи по всему миру, по переустройству мира. В России в 2018 году заканчивается правление, значит, он дает на эти годы развал страны, значит, на четыре части. Китай заканчивается правление в 2022 году. Он дает на это время, что китайцы объединятся с Западом вот по этим идеям, по переустройству мира. И в итоге он говорит, что вот эти годы, с 2016 по 2022 год, являются последними годами, и начнут страны собираться на битву Армагеддон. То есть сбор начнется где-то или с 2020 или с 2021 года. Спасибо большое, Тамара Николаевна. Ну, еще увидим. Ну, один из вариантов, почему бы и нет, поскольку я уже имел негативный опыт, когда-то смеялся над предсказаниями о развале Союза. Теперь я многозначительно промолчу, кто его знает. Но в любом случае... Тоже Энстрадамас виноват в развале Союза? Нет, он это описал. Что время жизни, я цитирую, 73 года и сколько-то месяцев. Вот отсчитать от 1917 года 73 года, и вы попадете на 1991 год. Откуда он знал это? Понятно. Странно было бы в разговоре о Энстрадамусе не вспомнить, что сейчас все бегают в очередной раз с концом света на палке. Что по этому поводу имел в виду Энстрадамус? Ровным счетом ничего. Можно, конечно, развернуть этот ответ. Я уверен, что он не удовлетворит наших телезрителей. Можно найти какие-то намеки о конце света у Энстрадамуса. Например, когда он описывает 3000... Сейчас скажу точно, какой. Но! Значит, согласно одному из Катеренов, должно произойти конец света в год 1999 в месяц седьмой. Но если же верить его известному письму к сыну... Это трактовка. Да, трактовка. Но если верить его письму к сыну, наш предсказатель составил непроливное пророчество до года 3797. Вот из письма к сыну можно еще намеки строить. Это конец света или конец его труда. Скорее, второе, поскольку вот этот год, случайно или не случайно, всего-навсего 6000-й по еврейскому календарю. Он просто дальше не имел... Видимо, бессмысленно заниматься дальше трудом, потому что где-то надо остановиться. Закончилась Господня неделя. Поскольку для Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, вот, значит, шесть дней прошло, дальше начинается то ли тысячелетнее царство, то ли просто он дальше не может пророчествовать. Тут трактовать это можно по-разному. Он писал, что дальше будут уже другие законы, и, видимо, его знания будут бессильные, объясниться о будущем. Поэтому лучше остановиться... В пророчествах, да, вот на том годе, который я назвал, да? У нас на связи историк-инженер. Сергей Викторович, здрасте. Добрый вечер. Здрасте. Говорят, у вас есть что-то ценное про Нострадамуса? Вы знаете, ну, не столько у меня, в общем-то, вещи достаточно известные, просто если критически читать то, что о нем пишут. Значит, ну, если всех интересует конец света, то он его предсказывал. Но он его предсказывал в смысле сугубо христианском, то есть в столовой пришествии Христа. И, прошу прощения, он его предсказывал где-то на 23 век христианской эры. Ага. Ну, то есть есть еще время немножко. Да, хорошо. Это радует. Немножко еще поживем, помучимся. Спасибо большое. На форуме прекрасная версия, конец света уже наступил, а мы просто не заметили. Ну, я бы сказал, около десятка переводов Нострадамуса, где указывался конец света, мы уже пережили. Поэтому это 11 или 12 вариант того, что конец света придется на этот год. То есть ничего удивительного. Сегодня вот Нострадамус исторический, давайте вернемся снова от прорицания и их толкования, поскольку, мне кажется, почва довольно зыбкая. Давайте вернемся к историческому Нострадамусу. Человек, который собрал в себе чрезвычайно разнообразные знания, таланты. Кстати, про кулинара мы не договорили. А что это самое? Кулинарную книжку-то написал? Он книжки, книги, фолианты. То есть для кого-то, для кулинаров, наверное, он был авторитетом. Но поскольку, прощу прощения, я не очень знаток в этой области, я здесь только могу на мнение кулинаров ссылаться. Да, для них он авторитет какой-то. Вот представим себе, мог ли бы такой человек появиться сегодня? Разносторонний, образованный, мистически одаренный, энергичный, чисто любивый, желающий помогать людям. Исключать это нельзя. Но, оглядываясь на то, что мы видим, я знаю большое количество, десятки, сотни моих знакомых, тех, кто занимается предсказаниями. Я, конечно, не нахожу близкого и равного. Хотя, большое видится на расстоянии. И, может быть, тот человек, которого мы недооцениваем сейчас, через десятки, сотни лет, может быть, будет большим авторитетом. Опять же, подойдет его время, и если его предсказания будут сбываться... Вот женщина нам диктовала о событиях, которые якобы будут через энное количество лет. Кто знает? Может быть, мы вспомним еще добрым словом эту женщину, но, опять же, это все из разряда может быть. Но, скорее всего, по закону вероятности, поскольку предсказаний огромное количество, я не поленился, выписываю эти предсказания. Это, так сказать, бомба для многих предсказателей. Потому что ничто из слова «брошенное» не пропадает. И, возвращаясь к этому предсказанию, там, спустя десятки лет, мы читаем и, так сказать, делаем выводы, насколько и кто прав. Вот, к сожалению, фигур, которые по процентам попадания, нет стопроцентного попадания, мы все прекрасно понимаем, но хотя бы, так сказать, близко к 50% или больше, вот таких предсказателей очень мало. Но, тем не менее, есть. Есть, да? Есть, есть. То есть, нельзя сказать, что предсказатель был один и больше нет. У нас есть телефонный звонок. Алло, здрасте. Представьтесь, сразу говорите. Алло, алло. Здравствуйте, меня зовут Дасан, я из Талматы. Я хотел спросить, настрадаму, ну, где свои предсказания здесь из программентов священного Корана? Потому что в Коране написано, многие предсказания в конец света описаны. Но это было описано в священном Коране для тех, которые жили в то время. А для нас это как бы идет как будто непонятно. Вот поэтому Могли Нострадамов, у него, скажем, предсказания очень зашифрованы. То есть, он те моменты понимал, как простые вещи, и предсказывал ее для нас, для более умных, уже, как сказать, в своем фрагменте, как в зашифрованном виде. — Спасибо. — Спасибо. Если я правильно понял вопрос нашего зрителя, он звучит так. Не является ли Нострадамус, некоторым образом, переводчиком Корана на человеческий язык? — Ну, мы знаем и от самого, от Астрадамуса и его биографов, что он пользовался еврейскими и другими древними текстами. Ну, опять же, чем он теоретически мог пользоваться, и, соответственно, о чем-то говорить, а что-то скрывать, мы не знаем, мы можем только догадываться. — Арабская астрология в этот момент, арабская, то есть, ну, в большом авторитете. — Была одной из самых передовых в мире. — Но Коран, существовал латинский перевод Корана, действительно, которым, я не знаю, владел ли он арабским, насколько мне известно, нет, но латинский перевод Корана существовал. — Через Испанию пришедший, да? — Есть, к слову сказать, множество таких трактовок, откуда он видел будущее. Конечно, есть такие очень желтые описания, что он видел там в каком-то хрустальном шаре, но, скорее всего, в его медитациях, мы назовем это так, или в его творчестве в такое измененное состояние сознания вводила его вода. Ну, по крайней мере, про это много указаний. У него был какой-то жбан или какой-то чан, наполненный водой. И вот созерцание воды, оно не только успокаивает, но и, по крайней мере, позволяет концентрировать внимание. — Интересно. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, говорите сразу. — Алло. — Алло, алло. Говорите, вы в эфире. — Алло, добрый день. — Отойдите подальше от телевизора. — Алло, добрый день. — Да, здрасте. — Алло, добрый день. — Ваш вопрос, скорее только. — Скажите, пожалуйста, после 21 декабря есть еще какие-то даты страшного конца света? — Спасибо большое. — Вариантов огромное количество. Вариантов. И, поверьте мне, мы переживем 21 декабря, ну, большинство из нас, по крайней мере. И после этого те, кто нас пугал, вот этой навязанной истерией, это коммерческий проект. — Будут пугать нас другими датами. — Переключатся на другие проекты. Подождите, так сказать. — Да, да, да. В интернете, например, в Яндексе, там параллельно с этим всякие замечательные совершенно рекламы, всяких этих самых кабин, бункеров и так далее, и так далее, где можно пережить. Это же великолепный коммерческий проект. Коллеги. — К слову сказать, опять же, ссылаясь к своим архивам, я насчитал более 150 вариантов дат конца света. Ну, это 21 декабря, конечно, наиболее раскручено, что говорить, но наш коллега упоминал про предыдущую раскрученную дату, 99-й год. — Упоминал. — Где нас в Астрадамус, кстати говоря, очень сильно ссылались. — А между тем, руководитель сектора космических исследований Пулковской астрономической обсерватории Хабибулу Абдусаматов на полном серьезе сейчас собираются рассказать нам, что все-таки есть чего опасаться. Хабибулу Айсмаилович, чего надо бояться? — Именно 21 декабря. — Вот прямо сейчас, да. — Добрый день. Чего определяет солнечная жизнедеятельность? Дело в том, что солнце с 90-го года, мощное солнечное излучение снижается по двухвековому циклу. И пока мы не чувствуем этого. А для того, чтобы на Земле климат не менялся, необходимо, чтобы поступающая солнечная энергия должно быть равно тому, что от Земли уходит энергия, излучаемая Земля. И вот в 2014 году ориентировочно к 2014 году постепенно очень медленно температура на Земле будет понижаться. И достигнет минимума понижения температуры к 60-му году плюс-минус одиннадцать лет. — Спасибо, Хабибулу Айсмаилович. Ну, есть еще тоже немножечко времени. Нас столько пугали глобальным потеплением, что теперь, пускай по глобальному похолоданию. — Нет, то, что бывают колебания климатические... — Я хочу обратиться к зрителям. Пожалуйста, звоните нам и рассказывайте, как вы готовитесь к концу света, если, значит, прямо сейчас уже... — Если вы готовы. — Да, если вдруг готовы. — Уже немного времени, так что они не только звонят. — Не в смысле нам жить, а в смысле передать. — Да-да-да, это передать, это жить-то, я надеюсь... — Я могу сказать другое. Дело в том, что разговоры о климатических перепадах действительно существует. Я помню, в связи с каким-то этим потеплением, похолоданием, я не помню, какой-то из журналов или газет, я сейчас не помню, брал интервью у член-корреспондента доктора физмат-наук, работника Института физики земли Александра Самуловича Гинзбурга, и надо сказать, что Санька Гинзбец, я с ним в одном классе учился, нам честно и ясно, мы его таким воспитали в классе, сказал, не знаем. Я член кор, доктор... Слушайте, прекрасный, два прекрасных вопроса на форуме. молчу. Один, объявим для 21-го числа выходной, чтобы достойно встретить конец света. Мы не знаем, как нас учат. Мы нечестно отвечаем, мы не знаем. Не знаем. Но выпить по этому поводу... Вы, правда, антиалкоголик, но я полагаю, что выпить по этому поводу можно. Можно. И второй вопрос... Лишь бы не за рулем, иначе конец света... Нет, 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 Господь с вами дома в умеренном количестве и хороших напитков, чтобы не отравиться какой-нибудь гадостью. И чтобы не настал конец света локально. Если не шутить, а серьезно, предыдущий конец света, ну, самый большой раскрученный, в 99-м году, только в Москве привел к суицидам порядка полусотни людей. Ужас нет, не дай бог. Смукли... Есть звонок? Здрасте. Здрасте. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. У нас еще пять минут. Здрасте. Алло, здравствуйте. Мы вас слышим, говорите. У меня, да, ясновидение. Я из города Кустаная. Здорово. Я хочу сказать, что концов света не будет. 13 числа декабря был парад планет. Ага, где парад планет. Были в небе радугу, были катастрофы, автокатастрофы, много было суицида. Но 21 числа, вот увидите, все будет спокойно. 3 января мы опять начнем с катаклизма. 3 января будет перепад погоды. Спасибо. Он не сможет сказать, что будет 31 декабря. Не сможет сказать, как будет погода 21. Спасибо большое. Он будет до 4 часов похолодания, после 4 будет потепление. Отлично. Польсов света в этом году не будет. Ну, слава богу. Я могу точно, абсолютно уверенно сказать, что будет в январе следующего года. Будет 45 лет нашей супругой свадьбы и мой день рождения. Ну, а я... Я говорю о знаменитых, о знаменитых, о знаменитых предсказаниях. Предсказаниях. А я не являюсь предсказателем, но знающий немножко астрономию, могу сказать, что не будет парада планет, не будет прилета Нибиру, который, видимо, не существует. Ну, и многое-многое другое, вот на что любят ссылаться. Много еще всего. На того же Настрадамуса, как на авторитета, на него всегда удобно ссылаться. Потому что мало кто читал, из тех, кто читал, мало кто понял. Вот всего этого не будет. Хорошо. Предсказал ли Настрадамус свою собственную кончину? Ну, не предсказать он не мог. Ну, по крайней мере, так пишут. Да. Почему же он, тем не менее, умер, врачи описывают его болезнь. Я не буду уж вдаваться в описание. Хорошо. То есть болезнь была неизбежной. Такой финал. Сейчас посмотрим короткий сюжет и вернемся к этому разговору. В 1561 году фанатичные крестьяне-католики едва не убьют Настрадамуса за симпатию к гугенотам. Но спустя пять лет смерть все же настигнет его. День своей кончины он знал заранее. Дата 2 июля 1566 года на эфемеридах Стадиуса помечена фразой. Здесь приближается смерть. Сохранились воспоминания Дешеминьи Бунуа, который был другом и биографом Настрадамуса. В ночь 1 июля Бунуа произносит «До завтра, мастер!» Но в ответ слышат лишь пугающие «Завтра на рассвете меня не станет». Рано утром 2 июля 1566 года Мишель Настрадамус встанет с кровати, чтобы побороть приступ астмы и тут же упадет на скамью от внезапного обострения подагры. Финал своей жизни он описал с точностью до мелочей. Исполнив свою миссию, данную королем, прикованной к земле, ничего не поделаешь, вернешься к Богу, «Мои друзья и ближайшие родственники найдут меня мертвым между ложем и лавкой». Ровно за две недели до произошедшего Настрадамус позаботился о своих близких в составе в завещании. Все свое имущество, в том числе 3444 кроны, он оставил жене и детям. На момент кончины ему было 63 года. Эпитафия на смерть самого известного пророка гласит Здесь покоится кости Мишеля Настрадамуса, почти божественное перо которого, по общему мнению, было признано достойным сообщать и начертать людям о влиянии звезд на будущие события, которые должны произойти на всем земном шаре. О, потомок, не трогай этот прах и не завидуй покою здесь лежащего. К этой могиле боятся прикасаться. Был прецедент. Однажды вскрыли. И сейчас она охраняется примерно так же, как могила Тамерлана. То есть, не дай бог вскрыть. Очень коротко, вот прям в 30-секундном режиме, почему Нострадамус сегодня остается для нас таким значимым именем? Почему десятки, даже сотни других предсказателей мы забыли и еще забудем, а Нострадамус остается вот таким предсказателем как таковым? Дмитрий Иванович. Может быть, потому что именно его центурии были более всего раскручены при жизни. И вот начиная с Одноглазого короля, к которому я энный раз возвращаюсь, считается, что что-то сбылось. Понимаете, а других, у которых ничего такого не сбывалось, так о чем о них помнить-то? Вот что я бы ответил. Я думаю, что, во-первых, он талантлив, а во-вторых, во многом мы его помним, потому что мы нуждаемся, ну, мы, я имею в виду, люди, нуждаемся в символе, в каком-то вере, в то, что хоть кто-то знает будущее, потому что, по большому счету, нам это все, всем хотелось бы знать. Это то, в чем мы искренне нуждаемся. И если бы не был, условно говоря, этот человек, мы бы нашли другого авторитета. Ну, благо, есть из кого выбирать, и таких людей было много, но все, и тем не менее, Нострадамус все-таки номер один. Мишель Нострадамус, человек, который обещает нам, что мы все-таки можем узнать, что будет. Каждый раз это не сбывается, но это нас ничуть не смущает. Нострадамус, удивительный человек и удивительный литературный персонаж. Это была программа «Жизнь замечательных людей». Оставайтесь с нами. Каждое воскресенье мы здесь. Редактор субтитров А.Семкин